всем привет давно не было парнишки в айтишки я собрал ребят сколько полугодная не было с вами кирилл максим они с вами поздороваются во-первых подписывайтесь на социальные сети внизу на кирилл в том числе давайте спровоцируем чтобы он делал видео вот вы также можете поддержать теперь у меня есть там все ссылочки внизу в описании а теперь вот ребята кирилл максим поприветствуйтесь привет а где тебе можно поддержать им ссылки в описании там есть бусти и донейшин аллёрс она пусть и будут эксклюзивные видео какие-нибудь или ты просто ничего там не делал я пока ли я по я пока ленивый я ничего не делаю не скажу что мне люди платят ну вот короче вот кирилл максим короче ребят темы у нас здорово ладно здорово работяги тему у нас заканчивается как воображение поэтому сегодня мы заденем тему кто-то создает кто-то разгар разрешает протестировали короче сегодня поговорим с вами про тестирование вообще зачем нужно ли она вообще нужно ли чем вообще тестировщики занимаются или 10 и или вопрос действительно ли они разрушают тоже созидает разработчики у нас посмотрите по опыту опять же кирилл до палочки который у нас является тестировщиком максим game dev напоминаю который расскажет как у него то сильно устроена я с кириллом работа я расскажу свое мнение про тестирование вам не нужны вот соответственно наверное давайте я начну и ребята меня будут перебивать и подхват короче почему-то в интернете у всех мнение про тестирование что чуваки берут и ломают код эти вы предложу хотя по факту их ломает сами разрабы то есть вот это вот почему-то у людей мнение что разработчики созидают а тестировщики ломают очень сильно укрепилась и она совершенно как бы ну концептуально ломает логику создания эти продукта то есть условно разве можете перебить разве это не пытаются сломать я слышал такое другое нет ты можешь меня перебивать а пытается ломать уже не пытается не знаю кто пытается максим ты об этом расскажет какие-то там я понимаю масоны до пытается но фишка в том что типа вот условно вам надо создать продукт вместе то есть у вас есть команда и вы вместе делаете какой-то продукт и как задача разработчика тестировщика этот продукт доставить типа ну готовы то есть никто там ничего не ломает вот а почему-то все люди думают что сервисе что-то ломают понимаешь максим вы понимаете не не допустим допустим у тебя такая тогма ладно я аналогия с один создает другой разрушает это просто какой-то стопроцентный кринж но я не знаю это наверное чуваки там 7 втором году придумали эту концепту такие как ли мы можем объяснять у меня есть на самом деле я только что представляете только что придумал офигенную аналогию вообще как происходит именно процесс создания кода и тестирования да посмотреть следить за руками барин барин заказывает покушать барин если что но это условно продуктов нерда барин заказывает покушать разработчики они же повара делают кушать но так как они сами не хотят жрать то что они приготовили у них времени нет на это они отдают кривозубым крестьянам похавать чтобы они сказали свою оценку крестьяне кушают обляпываются играть соли маловато отдают обратно похлебку поварам повара солят перчат добавлять ингредиенты крестьяне опять там пол ложечки кушают такие но вроде нормально дают типа поварам повара дают барину а барин грит я вообще котлету хотел но за я примерно такую аналогию привести но идея твой аналоги в том что в итоге барину вообще наплевать кто там профакапива не принес котлеты получают получатся равно все люлей по факту не но это факт просто люди вообще не понимает тот момент что как бы почему-то опять же ставит тестирование это как бы один из самых крайних бизнес-процессов в создании фич и продуктов и поэтому почему-то если там словно на бою там до в продакшене случился какой-то блокер почему-то винят тестировщиков ну типа их крайних выставляют но это правда но так и должно быть я конечно ничего не хочу ну да да ну извините меня у тебя профессии указано qa понимаешь quality assurance буквально контроль качества то есть если ты не уследил за качеством кого винить разраба нет не ну слушай я а я а я лично считаю что ну типа условно кто продукт делает это должно быть не она понятно что должна быть коллективная ответственность я все понимаю что вообще как бы да многие не понимают но тестировщики входят в команду разработки то есть там не только программисты сидят сидят тестировщики верстальщики и так далее все команда разработки которая занимается буквально разработкой но я думаю еще знаешь с чем это связано почему многие меня тестеры потому что тестеры они вовлечены в процесс разработки самого начала ну по-хорошему да то есть как должно быть там начиная когда собираются требования они должны заниматься тестирование требования за там когда рисуется дизайн должны тестить дизайн буквально даже но вообще это и разрабы делу да то есть они там говорят что мы можем сделать а что мы не можем сделать как вот эти мемы знаете где это дизайнер такой веселый рисует крутую кнопочку а программист потом сидит вот это потный и пытается и это все запихать вот ну и собственно потом до тестера тестирует не поздно непосредственно сам ну сами фичи потом полностью весь продукт и так далее поэтому ну я считаю что если на бой там не дай бог проскочил какой-то блокер ну основная вина это лежит все равно на киуэй ну на ком еще не ну просто надо учитывать что это знаешь как с рестапе условно что это договоренности я к тому что в принципе понятное дело да ты правильно говоришь что тестировщик они проверяют ну они проверяют качество продукта с помощью них как бы проверяется качество продукта но где-то знаешь мог нафокапить разработчик какие-то требования не сообщить например ну при ну то есть я вот к этому то есть условно косвенно может виноват быть кто-то другой но я понял но это скорее всего тогда еще может возник просто из-за неправильных требований но опять-таки для этого и нужна такая вещь как тестирование требований вот то есть что когда аналитики приносит требования ты смотришь и понимаешь что ну это херня какая-то это ну нельзя так делать вот а если тестирование требований не было что ну по крайней мере на моей практике чаще всего так происходит к сожалению бывают да такие случаи но вот как тестировщик как ты относишься к высказывать что тестировщики разрушают я же только что сказал так кринж сто процентов ну потому что ну что значит разрушает реально вот я сейчас я могу сейчас сгореть реально я уже высказывал на днях но вообще меня просто затрахали эти блогеры со своими рекламами всяких курсов айти там и прочих херни объясню я это самое я как бы не выгляжу как супер интеллектуальный человек вот и люди глядя на меня думают что блин попасть в айтишку это супер просто помните как раньше это реклама была это спамная где типа даже конченый дебил может вот глядя на меня реально можно потому что когда же конченый дебил может сесть и это и работать спокойно вот классная компания рекламная с тем что типа второй диплом айтиш да и кстати не понял в чем суть кстати рекламу я тоже не понял почему два диплома я пошел по чеку и на сайте вообще никакой информации об этом нету когда ты еще восемнадцатом году была практика двойных дипломов это когда ты типа получаешь диплом тусурой получаешь диплом за рубежом одновременно то есть бакалавр лана кирилл продолжать ладно ну короче вот это высказывание что программисты создают тестировщики разрушают это просто какая-то красивая херня абсолютно потому что ничего мы не разрушаем люди вот думают да что бедные разработчики сидят сутками на пролет пишет код потом в ревью и потом с радой тестировщики приходят ломать нет ну поймите что я вот так скажу есть просто положительные кейса есть еще негативный сценарий то есть да в негативных сценарий ты пытаешься подумать как пользователь вот с точки зрения до пользователя ты можешь обосраться пользуясь приложением вот это негативный сценарий конечно да тогда тебе надо попытаться сломать но это происходит в разы реже чем позитивные сценарии все что требуется тестировщик проверить что фичи работают и работают не просто работают а соответствует требованиям все то есть ты должен взять буквально готовый продукт и требования должен и они должны быть одинаковыми вот в чем твоя задача твоя задача не ломать код там как говорят опять кувалды приходишь начинаешь херачить по еда ешки чтобы там все сломалось нет не слушать не слушайте дебилов которые говорят что там вот вы там созидатели разрушители в этом бэй я в плане тестирования добил да немножечко я плохо понимаешь такое тестирование вот и я правильно понял что типа все таки попытаться надо найти где сломана просто нет вот я хочу дополнить яахтел дополнить кирилла о негативные кейсы даже условно это не как пользователь именно специально ломает приложение это все еще не разрушение это просто проход по кейсом когда пользователь может нажать условно не туда и приложение должно адекватно отреагировать то есть это даже на это как раз то самое quality это или что если пользователь условно не по хэппи сценарию пошел кликнул куда-то в другое место у нас приложение не крашнет то есть это все еще на самом-то деле не разрушительный процесс который наоборот типа созидательный чтобы отказа устойчивость была на максимуме приложения но вот если программист сделал свою работу не очень хорошо да и код пришел тестировщику уже сломанным да то тестировщик должен найти где он сломан или это не входит часть его без не но вообще локализация баг это одна из основных вещей которые должны уметь тестировщики я это говорю на каждом шифте абсолютно вы не думаете что у нас только дима шифтер а кстати вопрос сейчас я добавлю ремарку знаешь как бывает всплывающий челик на экране и это просто спросится что такое shift shift это от нашей организации интенсив двухнедельный где мы с кириллом преподаватели кирилл там преподает соответствия тестирования прошу продолжать просто но он ты на каждом стриме говоришь про я говорю я говорю ну ладно ну короче да я всегда студентам говорю что мало просто сказать а вот тут ну не работает нет это ну это плохо ты ничем не лучше тогда обезьяны получается который тоже видит что что-то не так и начнет орать нет ты должен понять где именно не не работает а еще лучше понять из-за чего конкретно может не работать то есть случае с вебом дома и буквально должен хоть ну знать хотя бы рестапе и открыть консольку чтобы посмотреть возможно у тебя там концу этот запрос упал и еще лучше если ты посмотришь ответ на запрос что в случае чего просто на бэк свалить сказать а это бэк виноват правильно вот а если не дай бог но это фронт виноват все ты уже можешь понять что случилось ты пишешь разработчику говоришь братан так и так у тебя такой-то запрос он с херовым параметром ходит а или не потому урлу ходит и все и как бы естественно ты должен заниматься локализации багов иначе ну а какой от тебя смысл тогда я добавлю кстати сказал них у них не лучше обезьяны но по факту кстати большинство тестировщик с макет тестинга как раз и начинают нет но я про это и говорю что типа ну как начальный уровень да ну то есть ты когда приходишь вот вот я пришел сразу прямо на на низшую ступень да то есть нам не джуна на стажера вот но даже на этой ступени то есть от меня было мало того что мало просто сидеть и прокликивать кейси так далее то есть там уже требовалось локализировать проблему и так далее но это база и не самара не ну окей окей а как тебе очень тоже часто это пересекать с разрушением и созиданием что вы знаешь типа вот тестировщик приходит к разработчику а тут его материт и говорит нет у меня все работает короче ничего не знают из фотошопил как тебе это все это это дебака подошел просто опять же почему-то люди сейчас еще добавлю воды почему-то люди реально считают это какой-то прям супер-дупер проблемой именно разработчиков и тестировщиков хотя я думаю нас тобой мнение пересекается ты его выскажешь я думаю я соглашусь ну да я думаю да у нас мнение с тобой пересекается я понял про че ты говоришь ты же помнишь даже ту да я помню ту встречу конференции да 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 но на самом деле я реально даже был удивлен я еще на самом первом этом семинаре как он сикви дейс там был чувак который тоже уже там лет двенадцать что ли в юэй работает и он не иронично рассказывал да что у него была типа ситуация когда он приносил типа ну там разрав может говнистый просто попался ему приносил типа ему баги а тот говорил типа да это херня какая-то типа этого быть не может я тебе не верю ты там буквально чуть ли не фотошопил то есть меня тоже такая фигня была но это был рофлс то есть у нас это все на уровне юмора потому что ну у нас адекватные люди в отделе работают вот но даже если послушать даже в нашей компании до другие отделы блин у них реально есть такая проблема и я не могу понять с чем это связано либо там тестировщики некомпетентные что у них нету как сказать кредита доверия до к тому что они реально могут найти проблему либо там разрабы чсв чувачки которые думают что они все делать настолько идеально что у них не бывает проблем скорее всего зерно где-то посередине и там и тестер некомпетент и разрабы говнари вот но от себя хочу сказать что мне супер повезло работать именно в том отделе где мы с дима работа потому что у нас опять-таки мы поговорили про это несколько подкастов что главное это здоровая атмосфера в коллективе у нас настолько офигенная атмосфера что ну и опять-таки у нас все тестеры одни квалифицированы то есть когда у нас любой не только я любой тестер типа приносит бак не бывает вопросов типа а вдруг бывает такое да я согласен что бывают такие моменты когда ты ну все мы люди да и все на всем на свойство ошибаться то есть бывают такие моменты когда ты ну просто тупанул да то есть ты можешь такую найти о чё за херня типа ну так не должно быть а потом в процессе общения с разрабом понимаешь ну так должно быть или ты опять-таки что-то не так сделано что-то забыл сделать буквально там да и так далее такое тоже бывает но достаточно редко но вот эта тема про то что трудности общения с ну между тестировщиков разработчиков но это какой-то бред как по мне ну не знаю это звучит на уровне того что уже женщины с марса ой точнее женщины с венеры и мужчины с марса но мы все люди и надо просто нормально общаться и тогда у вас не будет таких проблем а если что ты мудак что разработчик мудак конечно вы тогда и будете друг на друга все валите потом либо будете свою работу выполнять на три месяца дольше чем планируется либо потом такими багами в продакшн поедете что у вашего начальника отдела просто уволят нахер а виноват будет тестировщик нет виноват быть начальник отдела он допустил такую халатность ну ладно я же понимаю тестировщик типа ну вы может поднести как ты уже говорилось локализовать бак брат ну этот принтскрин никто не отменял ну там кроме кнопки принтскрин расскажет photoshop ну как вот случилось но берешь значит что ты в этом случае ты берешь и видео записывать демонстрации экрана звонишь ему просто в реальном времени говорит слушай сюда другу просто в реал тайме ему тыкаешь показываешь буквально воспроизводишь этот багаешь ты понял как его искать и тебе скажу да понял но тут опять же мы отсылаемся на подкасты что уже были обязательных смотрите что софт скиллы важны вы должны оставаться человеком потому что вот такие кейсы ну как бы я подведу таки его они возникают не потому что вы тестера разработчика потому что возможно или вы говно или чел говно с которым вы общаетесь типа в этом суть то есть и потому что тут можно подставить в это уравнение ну тесте разработка разработки вопс ну кричи угодно аналитика тестер то есть неважно что то есть если к вам приходит человек и говорит чувак у нас там предложение работает давай сделаем так чтобы это работало нам завтра катится он говорит я тебе не верю но это ну такой сей кейс опять же потому что мы возвращаемся к истории что как ну то есть люди которые делают проект их основная задача выпустить продукт коллективно то есть их общая задача что продукт работал и претензий к ним не было такие вещи они замедляют соответственно разработку лучше но кирилл тоже затронул бак репорты да в принципе я хочу короче смотри сейчас мы обсудим что еще делает тестировщики потому что мне кажется опять же люди кроме ну типа они понимают слова тестировать он как ты говорю типа тестировать суп похлебку понял типа попробуйте таким вот давайте расскажите в принципе делают тестеры на каких уровнях примерно и потом мы опять же у максима который напоминаю работает с геймдеве от университета мы попробуем короче сравнить что у максима вот есть короче а чего нет и вот максим возможно придет завтра работы скажет ребята я поберюс тестировщиками другой компании давайте улучшим процессы на ряд так будет конечно и внутреннего кухня тестирования на работе вообще плохо знаю ну то есть по факту когда ко мне приходит что-то спрашивать но сейчас и проверим короче давай кирилл вот чем еще тестеры занимаются условно я хочу стать тестировщиком что вообще как я буду я скажу так легче спросить чем тестеры не занимается вот это реально потому что но я сейчас как бы никого не принижая ничего но реально то есть по крайней мере я так вижу что разрабы это чувачки такие типа они максимально умные но они максимально в своей теме варятся то есть они постоянно держат руку на пульсе технологий да ну вот кроме допустим разработки их мало что интересует я не знаю может и скажешь что я не прав ну по крайней мере мне это кажется что так и есть ну давай пока мы не убежали далеко я не совсем с тобой согласен потому что когда ты переходишь на уровень медлайну старшего то есть когда-то джун да наверно так она есть ты типа у тебя есть таски ты их делаешь как бы ты в этом скупе но потом когда становишься медлом там идет расширение не территория ответственности да вот и соответственно так или иначе ты начинаешь от таких вещей чисто разработчики как ну иметь больше компетенции и больше там какие-то иметь ответственности с точки зрения кода то есть условно ты можешь больше делать так это и идет к тому что ты помогаешь как раз ты зажки проверять до условно какие-то то есть ты там курируешь кота крышка с каждым грейдом появляется больше уровень ответственности и ты свои щупальца короче распространяешь опять же это не всех касается то есть разработчики бывают разные некоторым это не интересно и они упарываются в более другие вещи до условно технически или нет но вот например по себе могу сказать условно я там в компании считаю сеньором до условно и так или иначе я участвую вот ну я кисти делаю баг репорт и это с кейсом это сейчас расскажет но я я участвую в созвонах кучи в проработке требований короче и общение с менеджером аналитиками и код пишут короче но много чего то есть короче с уровнем грейда разработчика ответственность повышается но я понял о чем то что ты имеешь ввиду что условно вот есть разработчика он типа пишет код то есть условно там ему тоже принято более конвейерное видение то есть он тебе тезешку принесли ты типа и переварил выплюнул результат ну типа ждешь будут баги или нет ну то есть типа если именно процесса разработки я не совсем я не совсем это имел ввиду я имею я скорее имел ввиду что разрабы они должны знать как сказать короче много технологий да но конкретно по своей теме да то есть вот и дала скриптер условно да не условно к сожалению к сожалению да а скриптер да но допустим ты не не будешь там писать на джаве и так далее тебе это не надо вот а когда ты тестер у тебя тебе может пригодиться знаешь точнее тебя может потребоваться выполнять такие действия на которые ты изначально не рассчитывал но как по крайне как но опять-таки это все зависит ты правильно сказал от уровня грейда то есть когда ты джун тестер а твоя основная задача это тоже буквально конвейерная работа то есть тебе приносят фичи ты их тестишь то есть все в основном это вся твоя забота ну и составление тестерской документации то есть ну опять-таки тестерская документация в плане джуна это в основном написание тест-кейсов и составление баг-репортов что еще на джуне надо делать да наверное все то есть уметь разбираться в документации составлять ее грамотно вот составлять грамотно баг-репорты и заниматься функциональным тестированием вот но также джунок можно привлекать даже нужно привлекать к анализу требований опять-таки чтобы они учились как это делается и чтобы никакая фигня не просочилась потом на разработку ну естественно регрессионные прогоны но опять-таки это тоже самое что и функциональное тестирование просто по тем тест-кейсам которые ты написал ты потом просто сидишь и их прокликиваешь вот когда ты уже поднимаешься так сказать по на следующей ступени эволюции ты уж становишься медлом у тебя уже да тебе уже надо выполнять намного больше задач тут могут подключиться автотесты опять-таки написание автотестов ну это требуется практически везде потому что ну ручками тыкать может любой грубо говоря а также на тебя могут возложить некоторые обязанности менеджмента то бишь это грамотный менеджмент рабочего пространства то есть да это буквально типа таск доска задач это курирование версий релиза которые выкатываются ну это буквально работа в тестерских средах то есть таких как допустим там стыд и зефирский и так далее то есть да где хранится вся тестерская документация то есть это не только составление тест кейсов это еще составление тестовых прогонов то есть это курирование прогонов составление там и прогоны автотестов вот и так далее то есть у тебя уже твой список обязанностей намного увеличивается также когда ты уже становишься медлом что можно еще добавить то что тестировщик как правило это человек который знает продукт именно с точки зрения пользователя в разы лучше чем разработчик то есть дим может со мной конечно поспорить но из-за того ну как я это вижу из-за того что тестировщик чаще всего тестирует с пользовательской точки зрения он продукт который разработчики сделал знает лучше именно с точки зрения пользовательского сценария и то есть с внешней стороны то есть он знает куда можно жмать буквально то есть какие там условно есть там айдишники чтобы пойти туда-то там номера телефонов и так далее а ну также на видле хочу сказать что немало важным является то что еще тестировщики по крайней мере ну у нас это работает так тоже пишут код естественно супер но на таком супер базовом уровне чисто допустим есть такая вещь мог да ну все прекрасно знаете скачивайте обязательно дима салучку оставит салучка да на пакетик мог конфиксирую ребят нпм давайте поднимем скачивание дальше больше давай давай еще брат до рекламирую потому что мог действительно хороший я как дед от него отмазался поначалу мне не нравился потом я вкупился понял что намного проще чем то что у нас было до этого ну и вот и то есть мокоть запросы это тоже как бы я бы сказал что наверное одна из обязанностей тестировщик потому что но у тебя должно хватать базовых познаний в том коде на котором написано ваше приложение чтобы ты смог нормально все это сделать потому что тебе с этим работать то есть это не разработчику надо делать чтобы ты смог потом потестить это твои ну это твоя работа то есть ты это будешь тестить тебе надо как-то протестить и будь добр замок это что ты сделал еще добавлю ты забыл чуть про созвоны как раз на самом деле ты сказал про да типа про то что типа управление с принтами типа ну да 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 я еще хотел сказать да что опять таки я к этому начал подводить другую ветку опять ушел как обычно из-за того что тестировщик знает программный ну продукт короче лучше чем разработчику его как правило тащит на созвоны на большинство чтобы там разобраться с тем как что работать с ним чаще всего связываются менеджеры чем с разработчиками потому что они могут и объяснить как это работает и если что подсказать что-то опять таки тестировщика медла уже начинает привлекать на какие-нибудь важные созвоны то есть когда там продукт только собирается делаться да чтобы обсудить как это все будет работать можем ли мы это сделать и так далее вот вообще как я вижу на самом деле то есть мы так это проходим я считаю что тестирую сейчас именно не согласится но я считаю что тестировщик это человек который должен максимально облегчить жизнь разработчику или облегчить не знаю как правильно ну то есть чтобы как бы разработчик может это все и сам сделал да то есть он реально умный человек ему не запарно но проблема в том что у него ну не хватит просто никакого времени в сутках чтобы этим заниматься а тестировщик должен в рамках своей компетенции максимально облегчать жизнь разработчиков чтобы они не парились о том что у них там какие-то ошибки могут вылезти они естественно вылезут потому что но это неизбежно вот и тестировщик должен на себя перенимать те функции даже софт-скильные функции как общение с продуктованерами менеджерами и так далее чтобы потом все это разрывать ну то есть собрать требования допустим с них до перевести это на нормальный уже язык разработки и донести это до разработчика это микс подходим кстати такую понять как груминг да то есть буквально бывает когда во время груминга точнее до груминга прилетает задача вот ребята нам надо сделать то 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 и добавить вот мы тут переделаем запросы так что нам сделать так ну тестировщик смотрит начинает выяснять а что вы хотите какие у вас требования и так далее все потом говорит разработчику братан так и так надо вот в этом запросе добавить еще там пару параметров для прокидывания и все то есть еще вот такую работу занимается я сейчас скажу на 1 и потом 2 3 во первых как вы заметили вот кирилл перечислил там нету я что-то разрушаю вообще не было если я не один ты не вообще под это не подходит второе по поводу соглашусь ли я по поводу того что тестировщик знает тут больше с точки зрения пользователя соглашусь потому что особенно когда продукт разрастается его делают несколько разрабов и то есть если поначалу все разрабы плюс-минус курсе типа ветвях так сказать да ветки прокачки продукта то потом так или иначе кто-то например сделал там один flow какой-то второй человек другой flow кто-то там один шаг то другой шаг кто-то одну страничку другую а прикол в том что тестеры они свапаются иногда условно и чтобы опять замысленности не было и то есть буквально прокликивают как пользователь вас может технически они не все понимают как происходит условно да ну на этой нужны разработчики чтобы рассказать вот но как бы наверно с точки зрения пользователя точно лучше знают тем более что они как бы больше видят ну типа сам само приложение чем разрабы но это факт вот а второй третий точнее до момент но ко второму тейку по поводу соглашусь не соглашусь то что тестеры нужны чтобы облегчить разработчиков но так я добавлю что также наоборот вот кирилл например говорил промок что словно вы должны там мог данные себе заполнить что в дальнейшем было проще тестить выбрали какие-то кейсы прикол в том что вот этот мог как раз я хотел сказать что мы делали как раз для тестирования чтобы ребятам было удобно то есть зачастую еще и так происходит что условно мы что-то делаем помогая ребятам тестировщикам чтобы мы таким образом мы помогаем тестировщикам чтобы они следили за колите нашего продукта то есть опять же мы возвращаемся к тому что никто ничего не разрушает просто делаем баги фикси мы вместе делаем продукта никто не разрушает гриферов от грифера на сервере отсутствует ладно максим перейдем к тебе ты бедный молчишь вот я прихожу отдаю лабу ее берут молоточком так тюк 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 и разрушают ой максим максим какая плохая лаба как она ломается посмотри макси как у тебя происходит тестирование вообще да вот что ты можешь не все сразу запомнил из того что кирилл перечислял трудно трудно все запомнить но по поводу вот например документации да кирилл это понимаю рассказывал документации которые как раз вот эти вот тест кейсы правильно понимаю их разработчик на самом деле не видит постоянно пример я например такие штуки не вижу и возможно такие такая такого рода документация есть потому что мне обычно приходит документация только от менеджера нашего проекта ну или конкретной лабы о том что нужно сделать вот это вот это если какие-то вопросы есть давайте попиши мне мы если чего обратимся к автору лабораторной работы чтобы мы ну могли поговорить давай опять же лабы может кто-то просто опять же в новенький не знает что опять же надо чуть-чуть рассказать что за лабы типа как-то примерно выглядит лабораторная работа это по сути симуляции реальных лабораторных работ но только типа в качестве игры ну короче я чуть дополню максимум слишком много даже сказал надо для более глупых как я короче максим делает игру где человек вместо реального станка на виртуальном станке что-то делает и получает результат неплохо описал ну типа имею ввиду какой-то какая-то конкретная лапа сейчас описал типа бывает максим делать кибердолбильню просто киберд максим продолжаю я просто разъяснил как я кто не поймет да а вот по поводу тезис о том что тестировщик лучше знает лабораторную ну то есть не лабораторную а вот продукт который разрабатывается с точки зрения пользователя чем разработчик я тут скорее не согласен потому что очень часто прилетают вопросы именно от товарища кабинете тестирования о том типа а чего почему я не могу дальше это пройти потому что ну здесь это наш конкретный случай почему так получается потому что у нас больше не битуси скажем так не для клиентов сделано а для бизнеса для института там эту лабу выполняют студенты которые квалифицированы для выполнения этой лабораторной работы а люди в тестировании скорее всего не квалифицированы только если ну не по той же профессии учились грубо говоря кстати да я об этом не думал то есть условно у нас то вебе какая разница кнопочки жмешь как бы все ок но вот лабу вот эти вот здесь получается условно ты на станке выполнил она как бы под конкретный случай заточена лабораторная то есть определенный станок делать определенную задачу и прикинь ты типа тестер и ты параллельно еще это изучаешь короче кругозор автоматически расширяется реально приходишь такой это а тебе максим там накодил этот фрезерно-сверлильный станок с чпу где мой диплом фрезеров сика сейчас я его достану вот и так чаще всего получается что человек который больше всего по поводу пользовательского опыта знает лабу это как раз автор лабораторной работы которые йога поговоря нам заказал потому что ну ладно в конце концов прилетает к нему он сидит смотрит нравится ему что не нравится что соответствует что не соответствует ну а с методическими указаниями мало того что я копаюсь но и тестировщикам скорее всего приходится копаться с методическими указаниями и повышать квалификацию у меня тогда вопрос максимум у тебя вообще прям такая специализация я даже не знаю можно ли это классическая кишки отнести или нет это знаешь как это как машинное обучение казалось бы мы с димой не первый год войти да но мы когда слушали доклады этих машинистов мы вообще не вот я не знаю как дима я ни слова не понял я понял что я тупой я вообще не типа я я кнопочки где я кнопочки делаю я был очень рад что наконец-то пошли доклады про юайка какие-то модели какие-то что-то нескармы все на английском все на английском какие-то графики у них и прочее на меня порадовало то что когда пошли доклады уже вебовские и так далее там уже машинисты такие а чё это происходит отыгрались 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 поэтому максим я скажу что как мне видится в твоем случае тогда тестировщики ну не нужны раз условный продуктованер знает чему надо намного лучше ну можно просто сразу им отдавать продукт и он его посмотрит и скажет гуд не гуд ну типа нафига вот эта прослойка тестировщика у нас эта прослойка скорее используется как раз для валидации продукта с тем чтобы понять все ли там работает и может мало ли что я упустил потому что я сам дофига играю в свои лабы и большую часть багов я сам отлавливаю по большей части но иногда что-то случается и скорее всего какие-то ошибки вылетают слушай но геймдев реально специфичен я имею ввиду это прям бета-тест реальный ну то есть как бы как и во всех играх игру отдают тем кто в ней заинтересован но опять-таки вещь у прикол это даже они не заинтересованы по станции нет продуктовали но типа у тебя заказано что это это даже не классический геймдев то есть классическом геймдеве там тоже буквально ну условно там сидят 15 разрабов доходит игру они мне ну они даже глаза могут не видеть типа да а тестировки да они уже сидят непосредственно там играет но он там сырой билд и составляет бак репорты вот это я еще понимаю а максим по сути сам сидит такой так чё я накодил надевать свои киберпротезы ну вверхлем да и начинает станок крутить такой ну вроде работает не знаю мне это вопрос зачем нужен тестировщик который просто надевать шлем и тоже начинай ну типа но просто больше времени помимо технических вопросов по поводу самой работы лабы там еще куча всяких методических материалов которые тоже надо проверять и согласовывать при этом проверку их с преподавателем что он говоря у нас по большей части этим менеджер занимается тем что он смотрит там чё за методические материалы куда их пихать куда их не надо пихать и мне просто прилетают задачи куда чего пихать чтоб я не это лишний раз даже не вникал вот подожди подожди максимум у меня такой вопрос подожди я только сейчас понял ты хочешь сказать у тебя тестировщики тоже ничего не разрушают или я не понял это если нет в начале я думала . а если серьезно короче то вот кирилл затрагивал эту тему уже зачем нужны тестировщики это тоже вопрос сегодняшнего подкаста мы должны как-то в конце на него ответить посмотрите по факту если бы люди не спали то наверное в принципе то человек мог бы и кодите тестите дизайн рисовать и вот это вот все то есть отдельные профессии появляются зачастую для того чтобы оптимизировать процессы в том числе ну как кирилл говорит облегчить где-то даст сфокусироваться нашим чем-то одном более данных заботки на тесте так далее вот вот условно у нас команде сколько человек 15 наверно 16 из них где-то там половина части там разрабов и чуть поменьше тестиров и я к тому же таким образом то есть я к чему если бы команда было бы три человека ну наверное бы и не было бы тесте в салон прикинь было бы два разраба там пример фронта и один бэк ну наверное бы все бы самые тестили свой продукт я вот к этому да но опять таки это же от объем продукт но видишь еще я точно не знаю чем занимаются люди которые вот другом кабинете сидят который мне вопрос задают по поводу моего ну смотри максим ты же ты делаешь один лабу получается один разработчик 1 лаба да вот здесь в этом плане проще и тестировать потому что я грубо говоря ну значит она делал окей и ты контактируешь с тестером только но отдаешь ему лабу типа . когда уже отдал на первичный скажем так да и как тестер с тобой общается в дальнейшем ну как я понял ну из того что я могу предположить да она пытается у неё карман за точно ездили но словно много женщин там в этом отделе а и она пытается что-то там ну попробовать найти что во первых она пытается и пройти самого начала то есть максим максим она не пытается она работает не принижай не принижает они работают она не пытается она проверяет работают и и пройти хорошо продолжается перебил вот и если они не могут ее пройти то они вызывают меня я прохожу им игры ну то есть он по факту каких-то баг репортов нет то есть я просто там говорят здесь не мы не можем пройти посмотри пожалуйста типа условно но как я понял когда у них возникают во первых вопросы по большей части эти вопросы отсеиваются тем что я поясняю чё к чему туда но иногда так бывает что возникают вопросы типа почему вот это не так методически вот написано что это так она не так и мы понимаем что табак окей это как-то фиксируется у вас или нет да это фиксируется но по большей части я уже это знаю так что я бегу к себе в кабинет и быстро это переделываю если я ну у меня срочных каких дел нету но в любом случае это фиксируется через менеджеры не прилетает таск окей но это уже неплохо а как-то участвуют тестеры проработки зашек вот этих вот лап не знаю по большей части все требования к лабораторной работы на работе например у нас делаются через меня и то есть непосредственно непосредственно через того кто лабу делает и менеджер менеджер преподаватель и человек который делает лабу и обсуждают я понял слушай а в конце есть такой типа тестер те говорит все окей все работает отправляю или как у вас происходит этот момент отдачи дальше так скажем я отдаю все что у меня есть я отдаю менеджеру то есть я складываю в нужную директорию на серваке у нас и менеджер уже с этим пляшут то есть ты дальше не знаешь как там все это но такое сырое взаимодействие вроде бы я бы даже согласился кирилл мне кажется тестеры вообще не нужны можно сразу отдавать просто может быть но я не знаю чем они занимаются помимо тестирования скорее всего они занимаются чем-то еще помимо тестирования потому что у нас отдел занимаются не только операторными работами но там всякими видео материалами текстами материалами учебными то есть работа там много но вот ты сам у тебя были какие-то проблемы с тестировщиками за это время с коммуникациями вообще проблем никаких не было ну кроме того что мне прилетает как-то прилетел влаг я такой типа да не может такого быть а как вот эта легендарная наша фраза и а как это раньше работала или 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 вторая да это не должно было работать раньше таких фраз не было кстати но у нас присутствует очень часто потому что иногда баг приносится мы смотрим в код и такие так стоп а как это вообще раньше работал типа или например а как-то работала раньше да и тебе тестер культу работал этим проходил все все работал не ну окей окей а как вам фраза не бака фича вообще как вы к этой теме относить ну то есть она чуть пересекается с нашей истории вот кирилл причем говорил этот момент условный находится какой-то такой кейсик да какой-то странноватый ты идешь к разрабу он говорит не бака фича но говорит не бака фича ну не разраб решает бак ты или фича вообще упал ну вот я про это и хотел сказать то есть бак или фича вообще решает требования к разработке то есть но буквально если не бывает такое же что ты мог пропустить момент когда требования изменились они меняются к сожалению довольно таки часто и ты мог просто пропустить момент вот у меня таких проблем нету потому что требования все составляются буквально при мне я все с преподавателем сам разжевываю и так получается что даже если что-то меняется то меняется скорее всего по моей инициативе то есть я могу предложить как бак или фичу но через уже преподавателя и в присутствии менеджер ну вот нормальной атишке бывает такое что просто какой-нибудь особо одаренный аналитик там напрямую написал разрабу и разраб решил там пусть мне сообщить никому о том что надо поменять и просто поменял а потом тестировщик выглядит как полный мудак когда говорит слушай там бака он тебе говорит это не бака фича так должно работать ну а я чё а я откуда должен знать что это должно так работать и мне сказал или мне принесли новые требования или слушай я с тобой не согласен это тогда не тестировщик как мудак выглядит не но я имею ввиду что теме как дебил выглядит хорошо перефразирую вот но чаще всего на самом деле опять-таки тут тестировщики разработчики в одной лодке потому что чаще всего бывает так что просто дизайнеры нарисовали очередную херню никому не сказали а потом через две недели ты случайно заложить дизайн и говорит слушай брата там по-другому нарисован и начинается как в приказе вот это твою мать тогда вот такой вопрос на тему поднимали но вот а что делать вот ты тестировщик ты пришел ты новенький у тебя разраб вот что делать чтобы посоветовать человеку я не не волю просто в принципе то есть ну и максим в том числе то есть словно тебя ты приходит и вот только пришел ты там нужен минут как бы только втягиваешься и коллектив все нравится но здесь разработчик который просто который ну типа ты приносишь баку анти реально говорит каждый раз нет это photoshop фикс не буду типа но кирилл же говорил демонстрация экрана включаешь да либо не но слушай там знаешь и бывают такие реальные индивидуум может сказать да я не хочу смотреть нет но в любом таком случае все вопросы решаются через начальство то есть это я тебя все набежать сразу плакаться тоже не варик понимаешь тогда это чел может еще больше на тебя за горится что ты это сразу стучать побежал типа вы не смог здесь же здесь же суть не в том же стучать ты к нему пришел ты ему показал ты ему приказал еще раз он тебе говорит что нет это не так ты знаешь что это да и так ну давайте третья сторона это решить третья сторона которая руководящая нет и фактишь это факт я понимаю но типа я доплю за то чтобы максимально все это решать мирным путем но вы же не почему но это ж не война вы же с начальством тоже максимально подобные высказывать нет я тебе сейчас говорю про то что но типа все равно понимаете с этим человеком работать скорее всего да он это вот те с этим человеком работать и как бы пытаться выстроить и типа блин челы я типа не пытаюсь разрушить твой великолепный код я я в той же я в той же лодке в море говна что и ты мы все гребем просто ты сейчас гребешь чувак в другую сторону вот а если ну чел прям максимально мразотный и ничего не понимает ну тогда тогда можно прийти к начальству предоставить пруфы сказать что вот-вот я вот это нашел сказал типа меня буквально сказал пошел нахуй не буду это делать вот если начальство адекватно но он скажет ты чё братик ну этому разработчику скорее всего она опять-таки не общаться с этим человеком тебя вряд ли получше потому что опять-таки вы работаете в одной команды ну хотя наверное есть команда где много-много человек работать и там не все друг с другом плотно общаются вот но я так хочу сказать по своему опыту в принципе работы но не только ватишки таких чувачков их правило само общество понимаете мы же мы живем в сосайте вот и таких мерзотных чувачков как правило само общество просто выдавливает она либо их выдавливает либо игнорирует то есть потом это чел может обнаружить что ему что-нибудь понадобится ему скажут да иди ты нахуй ты типа мы не хотим с тобой никак коммуницировать ну или просто типа знаешь там так же как он говорит типа да чел забей типа все но и скорее всего такой человек просто не сможет работать ну если он конечно не максимально какой-нибудь аскет который там чисто дома сидит ни с кем не общается только делаю что уходит саша как тебе саша как тебе другому разрабу сходить ну подожди к другому разрабу сходить ну такое может быть ну типа он ты приходишь тебе чел-то условно и без автора катиться чел вообще невменяемый но такое я считаю надо делать только в максимально крайних случаях потому что ну другого человека напрягать чтобы он исправлял ошибки другого человека тоже ну такое себе игру и да единственное максимально только если там сроки поджимают и все горит но опять-таки это все если мы затрагиваем нормальные там мы же все работаем мы же все крутые мы же все в айтишке мы работаем по аджайлу мы все работаем в скраме вот у нас там каждый принт ретроспективы и скорее всего на ретроспективе просто вылезет этот момент и скажет что типа вот так и так вот этот человек появился максимально по большей части появятся вопросы ну могут могут появиться вопросы к человеку который ну который вместо того разработчика делал ну правило его бага грубо говоря а вот что ты делал сегодня на работе условно и он скажет ну я баг правил за другого человека ну или так да ну то есть да на митинге ежедневно тоже такое может быть а потом спросит а ты я чему ты это делал чине он это делал ну не это я беру это опять-таки это же все относится опять-таки к софт скиллам и как я уже сказал мы живем в society и такое на раз-два просто вычислится и скорее всего это человек просто не задержится слушай забавно как наши подкасты очень общей темой пересекается быть человеком да как бы философский такой это вообще это самое важное что ты должен научиться в жизни просто большинство проблем человечества происходит того что кто-то просто становится мудаком ну или либо не становится либо просто ну или в позу да просто вот это наружу просто надо понять что мы живем в society человек это биосоциальное существо если ты не умеешь коммуницировать с другими людьми то будь добр просто вали нахер куда-нибудь на необитаем остров там живи ты сначала доту пару лет я добавлю только я только добавлю что адекватно общаться с людьми потому что есть люди которые ну типа чуть не общаются но не в принципе адекватны но нет ну не есть понятно люди разные есть чуваки которые ну просто им комфортно в одиночестве но если ты там допустим по работе или чего-нибудь просто проще они естественно ну тебя не пошлют просто они с тобой нормально пообщаются ну есть же прямо конченые люди понимаешь я прекрасно есть люди которые есть люди которые эмодзи клоунов ставят на сообщение в рабочей конфе то есть люди разные бывают я прекрасно понятно типа ну либо так либо тоталитаризм на работе да с тем что вам демонстрации экрана чекают с тем что сколько вы там работаете сколько вы там код пишете все таком а это мы уже обсуждали либо вы все друзья либо вы под жестким контролем слушай перед тем как дальше я буду мучить кирилла максим вопрос а как ты опять же ты у нас геймдеве как ты видишь ваще и тестирование в геймдеве то есть возможно не касается твоей работы представим что там делаешь dark souls 55 вот как ты видишь вообще тестирование удасты из эту тему вообще как бы в нее копал то есть как это вообще должно происходить в геймдеве на самом деле не копал я в тестировании и по большей части я это вижу если один занимался проектом то я это вижу так что я выкатываю просто какую-то глизную версию я даю ее играть слушай но вы ну да но бета-тест грубо говоря пользователи есть тестера слушай а вот вы я знаю университете делали игру как вы и тестили то есть у вас там команда была человек 67 но это да но просто как как-то как там тестироваться ну я скажу так сложно тестировать то чего не существует просто мне как бы брат как тестилось мы приносим продукт просто на защиту картинки красивые да картинки красивые даже какой то есть это чисто skybox с церковью максим бегает и пытается не вернуть за угол потому что там модель церкви криво склеить дырка на пол это пол модели чем из полчаса до этой получается защиты будем артема и просим его вставить все это выберу что я сделал ночью потому что он уснул посреди диалога так но я просто к чему вел то есть по факту опять же вот если подводить какие-то мини итоги по поводу когда нужно тестировать зачем она нужна когда вот когда действительно нужно нанимать тестировщика вот когда ваше мнение продукт появляет какую-то вот эту вот фишечку и вы такие вот теперь нам нужны тестер просто вот мы с кирилл сейчас рассказывает опять же много вещей умных ребят но это учтить это у нас компания я бы даже сказал корпорация большая да где у нас эти процессы так плюс-минус налажены опять же зависимости от команд и то есть условно если вы попадете сейчас на работу где у вас там команда 3-5 человек конечно вот это вот всего что сейчас перечислял кирилл может не быть и такие инициативные ребята опять же вот условно как кирилл они ну то есть если вы придете там не будет инициативы то и качество продукта ну как бы вы сами будете тыкачу найдете что найдете вот то есть когда вот когда нам надо вводить тестирование вот как мне знать их хотел еще сказать по поводу вот то что пользователи сами тестировщики не всегда именно тестирование с точки зрения целевой аудитории да оно не всегда покрывает все что возможно и это же получается в чисто но пользователи не смогут локализовать понимаешь ну то есть условно если мы берем это безусловно вот если мы берем игру и чел там допустим у него там к сцене моделька залагала если это не контролируемое тестирование с помощью фокус-группы не да я тебе про это говорю если мы говорим именно про допустим там отдать закрытый бета-тестер да это буквально не trial run а уже все уже готовы то есть чувачки будут просто в открытом доступе допустим играет и вот у него там к сцене моделька залагала в т-позу он буквально пишет в такой-то к сцене у меня стал т-позу а почему он же тебе не скажет что из-за того скриптик отвалился и так далее ну что я я думаю точки зрения тоже хотел зайти с тем что ну вот тестирование игры это скорее типа для особенно и разработчиков это как код шлюдингер знаешь ты вот пока не откроешь коробку ты не узнаешь типа ну сломанная игра или не сломанная игра слушая в нее кто-то не поиграет и понять нужно тебе тестирование или нет ты не поймешь пока сам не наймешь тестировщика условно которая тебе ее протестирует и скажет нужно или нет просто я видишь думал что условно бета-тест не закрыты когда действительно как ты говоришь фокус группа уже открытый бета-тест я думал фишка в том что люди короче это тестирование на жалобах так скажем то есть условно если люди там с одной и тоже проблемы встречаются на форумах или даже сейчас на ютубчике короче с помощью интернета это как раз и есть бак репорты да они какие пара сказала неправильно ну неправильно они грамотно оформлены что ты можешь локализовать совсем проблему дольше больше локализировать ее сам до чем там условно тестер напишет я пошел сюда сделал вот это получил вот это да то есть смотри здесь можно немножко облегчить себе задачу ну скажем так результат тестирования может немножко облегчить постаравшись составить грамотную форму бак репорта не ну просто видишь не все же исследовать будет как бы ноки когда тестирование то нужно врубать вот когда я вот на приписать вот завтра мы делаем компанию парнишки в айтишки corporate corporation дают нам надо сделать продукт какой то там какое-то приложение но когда нам тестирование овощи вводите то есть тестирование вообще по факту я же говорил о том что серого факту просто нужно потому что это ну как котisch люди где ты пока не открываешь коробку ты не узнаешь нужно тестирование или нет то есть пока не протестировать на ней она не совсем согласия считаю что это от объема продукта зависит вот какой ты считаешь объем продукт должен обычно он стоит Ну, примерно, знаешь, если вы, как сказать, если вы прям начинающий стартап, условно, да, и вы делаете продукт так, что у разработчика остается меньше шести часов для сна, тогда, да, мне кажется, можно нанимать тестировщика. Вообще, это, по сути, работа менеджера проектов, потому, чтобы оценить, какие риски будут, при том, что тестировщика не будет, какие риски будут, ну, финансовые риски принесет компания, если наймет себе тестировщика, и взвесить эти риски, и посмотреть, при каких границах рисках нужно тестирование, сколько тестировщиков нужно, и все такое. У чувачков, которые стартапы открывают, там, чисто с корешем, я не думаю, что они... Ну, да, 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 проекты менеджера. Несколько должны сделать, то есть, посчитайте риски, все в интернете доступно. Не, ну, как бы, вот, не, я понимаю, что сейчас мы занимаемся гаданием, но вот ваше мнение, типа, мы вот представим, что мы как раз project manager, то есть, вот, Кирилл попытался, типа, локализовать, так скажем, да, эту ситуацию, то есть, условно, если получается такой кейс, что у разраба нет времени, условно, в стартапе тыкаться, то по-хорошему найти нужно, возможно, не тестировщика, но хотя бы еще кто-то должен проверять продукт. Понял же правильно, Кирилл, тебя понял, условно? Да, да, я про это говорю, то есть, это буквально от... Ну, это же все равно, вы, когда что-то делаете, да, вы же намечаете, условно, дату релиза, нет, я не про это, у вас же есть срок разработки. Ну, если вы не компания Bethesda, или GSC, у вас есть срок разработки, в который вы должны уложиться. Вот, и вы же все равно люди адекватные, вот, и даже если неадекватные, вы начинаете работать, и вы все равно спустя какое-то время, вы поймете, что, ну, вы не сможете, вы не справитесь. Тогда уже, да, стоит задуматься о том, что, возможно, нужен человечек, который будет это тестить. Возможно, вам не нужна документация там, да, такая сильная, а-ля, там, тест-кейсы и так далее. Вот, возможно, вам просто нужна лишняя пара рук, которые будут это нормально тестить, и вам самим будет легче от того. Плюс у тебя же еще какой разраб, все равно глаз замылится, и ты будешь считать, что там и так все работает, я туда не полезу. А какой-то свежая кровь, она может, типа, посмотреть и сказать, что, чуваки, да, у вас просто приложение крашится, как бы, вы деф-сборку запускаете, у вас все работает, а, ну, буквально, типа, у вас не стыкуется, нифига. Уже, ага, максим, да, я все, ладно, давай, не, не, давай-то я тебе перебил без так, ну, я мысль потерял уже просто. Найди, найди, найди мысль. Да, я все, все потерял. Ладно, у меня отсюда, короче, в одной теме я и хотел обсудить, я забывал во время подкаста, короче, тема, а разработчик должен свой код тестить или нет? Вот, это ты хорошо, это я хорошо зашел, это ты молодец. Зря я туда полез. Это ты молодец, ну, я так скажу, не то, что прям тестить, но вот неплохо было бы, да, неплохо было бы компонентные тестики-то писать, я так скажу, было бы довольно неплохо, хотя бы компонентные тестики, да, ну, ни хера себе хотя бы, да, ничего себе за... Слушай, давай, слушай, давай, давай к автотестированию вообще любому, у меня есть еще последний блок, я думаю, про это будет, вот, сейчас не касаясь автотестирования, вот, именно, знаешь, протестить условно там, ну, вот и сделал, и проверили, что он хотя бы, ну, типа, работает, словно, ну, там, ссылку поменять, что-то, типа, зайти вот это, потому что некоторые люди даже так не делают, то есть они, типа, сделали, запушили, отдали, типа, такие в тесты, все. А тестер потом открывает, и такой, чувак, ничего не работает, а ты, типа, заходишь и понимаешь, что ты ссылку не там поменял, понял, например, такие кейсы. Ну, я думаю, ты даже скорее себе этим время сэкономишь, если ты буквально потратишь там условно 10 секунд на то, что чекнуть, что у тебя там хотя бы запросик ходит, да, а не сразу падает, 400-ый, ты себе этим сэкономишь намного больше времени, потому что пока ты это, допустим, зальешь, пока ты отдашь это в тест, пока тестер покушает там, потом сядет это тестить, и тебе сразу скажут, блядь, че, вот, не работает, тебе 400-ый падает, иди исправляй. Это же буквально даже тебе больше жизни облегчит. Так что какие-то базовые вещи, да, я считаю, что разработчик должен хотя бы глянуть быстренько. Че? Ну, успешный сценарий, например, типа, вот всегда приорит желательно. Глянуть хотя бы, не вникать там, а что может твориться там, не надо тестки открывать, зачем, это не ваша работа, типа, просто хотя бы глянуть, что... А у вас в трудовых договорах это прописано? Нет, я думаю. Так, на всякий случай. Я просто, я не помню, что у меня по поводу этого в трудовом договоре прописано. Максим, в трудовом договоре у тебя написано, что ты должен добросовестно исполнять свои обязанности, и ты, 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 там же максимально... Там же максимально общие формулировки, блин, ты прикинешься, на каждую... Это же, получается, тебе на каждое повышение по должности надо новый трудовой договор вставлять. Не просто циферки там в зарплате менять, тебе надо новую и так далее вставлять. Понял? Ну, очень правки в трудовой договор вносятся, да? Ну, какие? Ну, неужели, вот ты... Я тебе зуб даю, ты вот посмотри свой трудовой договор, и я не думаю, что у тебя там расписано, что... Я там, блин, Максим должен каждое, блядь, утро вставать, проверять то, что у меня фрезерно-сверлильный станок на ЧБУ работает. А это ты техники безопасности подписываешь? Я должен надевать очки и проверять, что у меня призма пропускает дисперсию света, да. Ну, Максим, ну это бред. А это техники безопасности у тебя прописано, либо ты подписываешься в видении. А какая техники безопасности написано, что ты должен нормально свою работу выполнять? Я тебе не говорю про то, чтобы ты пальцы в розетку не пихал. Ребята, не надо ссориться. Золосойся, это нормально же. Ребята, ну мы же друзья. Короче, давай сделаем вывод. Ну, вообще, я бы сразу... Тут так все понятно. Ребята, не ленитесь, проверьте свой код. Опять же, мы напоминаем кликбейт, да, там, я сделаю на видео. Никто не разрушает ничего, там, знаешь, будет, тестировщик разрушает вопрос. Не ровная, не ровная, да. начиная с вас заканчивая пользователь пользователь получит раньше обновления до соответственно кнопочку такой блин теперь на не синяя красная мне приятнее клик и типа и все бы участвуем вот ну я вот у себя например вообще даже не представляю как я ну если сделала что-то на какой-то блок у себя работы я его не проверю что он не работает от стран но есть такие понимаешь иногда разрабы лениться как бы я тоже так делал иногда вчера например ну вот когда ты уверен что мы типа работает вчера так и было я был уверен что работает она не работать и у нас руководитель наш с кириллом узнает правда золотая есть не верьте разработчикам они ну врут постоянно типа нельзя им доверять то есть условно когда разработчики вам говорят когда разработчики вам говорят ребятам все точно работает выкатываемся на яйца надо проверять до 100 процентов потому что вот такая вот супер уверенность она может потом выстрелить в ноги и получит соответствую лей тестировщик разработчик руководитель короче вы все подставите а вот другой бусер коди мне говорил ребят бренд ваш так сказать как имени как команду очень важен потому что больше вам доверия на работе до каши команде там и так далее больше тасик больше в принципе какого-то там в или и джуссо понимаете да вот последняя тема на сегодня я думаю я кстати сейчас хочу сказать что-то играть в греши у тебя было такое набирал на себя миллиард а так и это я твои доски проверял бывало такое чтобы буквально заходить при этом все сразу консоль красная такое ой да там скрипт на подрубить все забылся да да нет я вообще в принципе в принципе первое и до сих пор пишется у меня в плане развития это не торопиться до сих пор у меня как я устроился сразу такая тема была что сильно тороплюсь до сих пор короче невнимательность и торопливость оба типа переносит она меньше тем раньше было но это правда как бы лука ведь не буду последняя тема на сегодня это автоматизация тестерами или же другим слова словами авто тест или любимая тема кирилл затронем эту тему потому что мне кажется сейчас это очень плотно с тестируем связано соответственно я думаю сейчас максима потому что вообще начинаете просто это вопросы будут задавать по ходу дела у вас есть какие-нибудь какой-нибудь автоматизирование тестов даже если есть я об этом не знаю не но ты сам что-то делаешь условно какие-нибудь там тесты пишешь это автоматизация тоже но авто тесты это не только про то есть как часто вот тогда вопрос как часто между лобами какой-то какая-то функциональность пересекается вот например какие-то топнул функции например или методы или классы вообще бывает пересечении мы сейчас более-менее об этом задумались когда нормальную команду сформировали и начали как раз работать над тем чтобы у нас грубо говоря какая-то нормальная связь между программистами было чтобы мы могли на полный кодом делиться ну я понял ну просто ладно ну тогда вы скоро дойдете до автоматизации всех этих классов этого чтобы как раз багов у них не было ну окей с максимумом быстро справились максимально пожалуйста задавайте вопросы спасибо что пришли кирилл павлович ваше мнение про авто тестирование надо надо кирилл надо последнюю тему надо рассказать ребята про авто тест но никто не все-таки и думают вот протестив ты рассказал про отманки тестинга да ты уже такой влиятельный человечек да в процессе я уже смешали да я уже что-то вот авто тестирование такое слово типа все его любят что-то там ты такой крутой а что это значит вообще типа расскажешь людям короче для меня который ненавидит эти ваши коды и против для меня это смерть просто но на самом деле как говорится не так страшен черт как вы рисуете на самом деле автотеста это супер полезный инструмент который и так ленивым тестировщиком экономит еще больше их бесполезного времени вот ну что это такое это буквально набор тестов который проходит сам себе то есть что тестировки идет он на каких-то ну мы в моем случае да на каких-то базовых знаниях джава скрипта пишет код который прогоняет программу то есть но берется это опять-таки не из головы то есть буквально берутся тест кейса до который ты составил который покрывает максимально функционал вашей программы и потом это все переносится в код для того чтобы впоследствии допустим при регрессионном прогоне ты заново не тыкал одни те же кейсы ты просто буквально вел команду условно да там play right тест и все и поехало все это проверяется ты потом чисто смотришь баг-репорты которые в прогоне произошли вот все ну естественно в чем тут сложность я понимаю что на этом канале все люди умные все образованные все знают джава скрипт ай но по своему опыту могу сказать что не все люди такие есть такие люди как я для которых изучать какие-то такие абстрактные вещи как объекты функции дисфункции а синхронные функции блять пишем эвейт а у нас тут стоит провис потому что вот да для меня это просто личный ад но это не в случае не меняет того что автотесты это максимально удобный инструмент для сокращения твоего времени и опять таки это даже одна один из способов бороться с так называемым эффектом пестицида тату для максима поясняю раз он не значит тестирование есть такая вещь эффект пестицида что это означает это при буквально как ним горел это замыливание то есть при прохождении одних и тех же тест кейсов да ты уже начинаешь понимать допустим но ты знаешь уже вещи которые работают и ты их можешь просто скипать там да потому что ну блин это и так работает или там а у нас вот здесь вот есть бака он уже давно на и хер с ним вот так не должно быть вот то есть несколько есть видов борьбы с таким эффектом это свапаться тестировщиками это нанимать там джунов ну естественно так никто не делает вот и опять таки автотест потому что ну это буквально это не человек это робот моему по херу он никаких компромиссов у него приятие в этом в скриншот тесте 2 пикселя не сошлось все он тебе красным орет чел все все сломалось все там у тебя разрешение экрана поменялось на 3 пикселя брат все все сломалось ну естественно такие вещи бывают вот но опять таки если опять таки если автотест грамотно написан да если он проверяет сокращение времени еще в чем может быть есть такая вещь да вот я вспомнил нормальный кейс извиняюсь что у меня путанность мыслей есть такая вещь как валидация можете спросить можете спросить у любого тестировщика на планете земля он скажет я ненавижу блять валидацию потому что я столкнулся с этим когда еще был супер джуном мы с коллегой делали короче переделывали флоу вот в котором было 30 полей 30 полей для каждого из которых была отдельная валидация я все проверял вручную потому что автотестами это было не покрыто все что было это чит-лист с валидационными правилами я это проверял вручную сказать что я заебался это ничего не сказать а если вы до меня кто-то какой-нибудь супер добрый тестировщик об этом позаботился и просто сделал автотест на валидации этих полей я бы сэкономил все дня три наверное за которые я мог поделать другие какие-нибудь полезные вещи суши на этот ремарку кстати ставлю ты сейчас говоришь в основном про эту ентует короче вот эти тесты то есть когда там я говорю со своей стороны я там ну компонентами там юнит естественно не занимался я хотел вот я хотела ремарку сделать что ребята лучше вылиться по своему опыту как бы у нас не такой большой опыт конечно но так иначе лучше вот всякие штуки с валидацией на конкретно там где-то у вас там шаг шаг форма неважно 10 именно интеграционным компонентным тестированием то есть словно то есть эти интеграции компонентов потому что это и это самые дорогие тесты их надо максимально облегчать то есть по-хорошему если у вас какой-то плохо который проходит эту форму в этой форме не надо проверять все в лицо ну типа все всю валидацию это пожелательно у вас должен быть отдельный интеграционный тест который пишет или разработчики или тестировщики на самом деле сейчас мы в таком гибрии мы лично гибридном варианте работаем то есть условно потому что компоненты там надо знаете знать реакт как кирилл сказал как бусон ты покиньте тестера тебе туда js а потом еще реакты ты такой а как жить то вообще в принципе это не неподъемная история но все равно это сложно так или иначе изучать это все это мы разработчики самые умные сидим тут как бы там что такого запустил компоненте gsx заработал маун запустила погнал вот но эти но эти тесты опять же кирилл спалю что мы делаем все на плеерайте и вам советуем очень много слишком у него плюшек у него есть бета-тест сейчас компонентные тесты и там например они выглядят плюс-минус также какие-то и кроме того что там есть особенность уже кодовой базы так сказать чуть-чуть работы с реактом то есть если эту и выглядят по типу буквально открой страничку на тыкай кнопочки на интеграционные чуть-чуть больше кода имеют поэтому мы так в гибридном варианте работаем вот из них что перебил я еще про юнь ты сразу расскажу и ты будешь заканчивать соответственно тему авто тест также я сейчас я могу сразу скажешь на принципе я закончил спич ну то есть мне по сути больше нечего добавить это супер крутой инструмент который просто упрощает жизнь опять-таки я так понимаю вопрос о том что нужны автотесты или нет и автотесты нужны когда валидация не хочется занимать нет автотесты нужны всегда принципе потому что ну это во первых красиво это удобно это круто если ты не умеешь писать автотесты тогда вон своей страничке писать автотесты опять начинаешь а вы тут начинаете мне просто белый шум в ушах стоит короче это интеграционное сервание ну вот это надо вести подираюсь это надо вести максим ты должен прийти в команду сказать ребята вас нет тестировать нужно вести вы видели подкаст на канале себе рекомендую я не знаю буквы я не знаю чего не значит но вы поймете конец ту конец уже я тебе так скажу вот я бы мог залупиться на когда ты сказал но мы не работаем по модели битуси это я знаю что бизнес тук лайнд а может кто-то и слушатели не из него там что пояснил потом ребят мне придется второй раз применить мем не надо ссориться давайте мы и тупи си ту си я тоже могу буквами или сас или нас или короче по поводу короче юни тест еще есть знаете ddd есть еще и так далее это конечно круто на с кирилл кстати не совсем согласен что тот из нужны всегда мне кажется не так же как тестирование в принципе а по возможности б по необходимости с точки зрения ресурсов то есть условно если у вас проект маленький то и ну как бы дедлайн маленький вы не успеете тест написать но тест это дело такое не написали их сразу не напишите никогда зачастую как на эти маленькие доработки очень часто к тем бывает так что за этим надо прям следить и прорабатывать но кстати вот есть такая тема как т.д. например да там что-то тест драйв 2 ну короче вы поняли условные слова кача разработка через тестирование там перевозят на русский тест драйвен дали не мой конек я забыл ну люди умные у меня точно знают конечно на канале вот короче так вот суть в чем там вот кирилл говорил про тестирование там требование и так далее там это например в эту тему входит то есть прорабатываются требования пишется сначала тесты на функциональность потом пишется функциональность таким образом вы тестами покрываете сразу все функциональность но опять же это как вы понимаете требует ресурсы это все как бы супер 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 специфичные кейсы вы должны сами там решать и команды не команды условно бизнесом не бизнесом тратить на это время или нет иногда тут и в плюс кстати тесты очень важно автотесты надо уметь писать потому что некоторые тесты могут быть просто избыточными и лишними то есть а конечно же review командное обсуждение ну и опять же мы возвращаемся надо быть человеком и митсов скиллы да как бы ну кто бы кто бы мог подумать то есть автотесты валидация надо вот это вот так макси валидация тогда мы сложно так вот вы издеваешься над кириллом нет я не издеваюсь а про то что типа действительно звучит так как будто легче типа какой-то самому тест написать чем сидеть кирилл об этом не упомянул но иногда даже при автотестах все равно руками проходится кирилл кстати почему так делается не понял ну типа даже при наличии автотестирования руками иногда тоже все равно проходится ты имеешь ввиду тот же функционал ну да но руками проходится в основном прям супер критичный какие-то кейс но типа у которых самый там высокий приоритет чисто чтобы убедиться на всякий случай мало ли типа что-то забыли посмотреть но опять таки еще руками проходится из-за того что мог сказать тронуться функционал допустим до специфичный который у нас тест автотестом не покрыт вот здесь буквально вот кейс покрыт а именно вот этот функционал который мы чуть-чуть поменяли тогда вот его он у нас не покрыт но или его не ну не реально покрыт хорошо а можно вопрос еще задать и вот я максимально без иронии максимально без иронии типа а нужно ли тестировать автотесты это хорошо это слушай это такая тема на самом деле есть инструменты для тестов для тестирования тест тестов то есть это такой начинается чуть круг но в принципе как я и говорю это очень ты стир автотеста это супер субъективная тема кто-то делает по тдд то есть условно видишь тест тесте требования пишет начале тесты потом код а кто-то например вообще не пишет автотесты как бы те и те живут как бы нормально то есть там есть нюансы конечно в который склад или нет то есть это супер на разные проекты разные команды в разных даже компании надо каждый кейс рассматривать нужно здесь автотест или нет а нужны ли тут тесты на автотесты то есть короче да то есть я думаю мы например мира я опыта такого не имею мы никогда такого не писали то есть у нас есть юнит есть интеграционные сету я ну чтоб тест написать хотя один наш хороший друг мне недавно скину библиотеку который тестит тесты типа она тестит насколько тесты короче в дальнейшем короче не если вкратце то есть она не тестирует что они работают а тестируют их поменяется ли в будущем они насколько они типа валидны то есть такая авто тестирование да получается ну она тестит тесты наверно да это авто авто тестирование да я не знаю да то есть давайте подводить итог для чего нужно тестировать я думаю мы тут все солидарны для того чтобы повысить качество промаха для того чтобы повысить качество продукта и пользователям принести какую-то value и комфорт правильно и ну да и разработчикам и тестирование нужно быть человеком правильно чтобы не сломать продукт сломаем мы все максим никто не ломает продукт так еще авто тесты вам нужны авто тесты когда вам нужно авто тест вопрос сложно ребят как бы сами разбираетесь реально если вы уже знаете что такое авто тесты примерно понимаете как их делать то возможно вам нужны авто тест но я хочу сказать вы не надо если вы нашли какую-то крутую аббревиатуру решать что да на вашем куки кликеры которые сделали вдвоем с пацанами обязательно нужны авто теста нет ребята если увидели допустим какую-то крутую аббревиатуру а еще увидели какой-нибудь видосик на ютубе где какой-то чел говорит в 2023 делать по такой-то технологии кринж но вы просто делаете вывод для себя а вам это надо или нет если там челы из много там леонной компании которые там налаженные процессы этим занимается не знать что именно вашим критом случаем это обязательно использовать скорее всего время просто переход потратить и все ну кстати мы туда вообще я что-то сразу не сделал тут знаете предупреждение что мы тут о своем опыте говорим то есть у вас конечно же может быть по-другому и кейс могут быть другие еще хотят добавить просто теста забыл опять вылетел из головы что обычно зачастую авто тесты пишется на том языке на котором пишется платформа ну то есть если это веб то вы будете писать их на там джейси тайп скрипте если это какой-нибудь там бэк дата это какая-нибудь там java си шарп и так далее если мобилка котлен свифт соответственно на каких языках платформа пишется зачастую на таких и пишется авто тест вот если ты еще просто тесто короче загребим надо быть человеком в первую очередь всегда до факт потом тестирование нужно для увеличения качества продукта это два никто ничего не все созидают никто не разрушает но я думаю все в принципе я считаю надо взять за традицию в конце каждого подкаста говорить я в один из выводов что надо быть человек ну так слушай мне кажется если полистать наши подкасты примерно вроде бы я так и говорю в последние подкасты будете отличными парнишками и попадайте в айтишку да как слова это получилось кирилл музыку пожалуйста то самое давай ты знаешь что и ты прочитаешь мы нашли на же будет следующий подкаст до максим уже понял давай кирилл ты сможешь я не понял следующий подкаст будет кирилл а я понял да давай пока кирилл вмещает крис хочу сказать дима я не во-первых управляю с первым донатом я как-то не поздравил а еще хочу тебя попросить сделать я думаю тебя будут донат голы следующий твой донат гол нужен максимум на нормальный микрофон купил понял но ты говори говори дети не мешает всем спасибо ребята кто смотрел до подписывай социальные сети подписан на канал кирилла там скоро я надеюсь появятся ролики если вы хотите поддержать меня и нас ребятами чтобы я у как-то лучшего контента кучу максимум микрофон все ссылочки снизу будьте человеком все всем спасибо до новых встреч